О кадровых изменениях, произошедших за неделю в администрации Анапы, на городской планерке сообщил заместитель главы Олег Костенко. Марина Шмагрина с 28 мая возглавляет управление по обеспечению деятельности администрации. Ранее она руководила отделом производства этого структурного подразделения. 30 мая с муниципальной службы по собственному желанию уволились начальник управления ЖКХ Сергей Янин и заместитель начальника отдела организационной работы Игорь Шарапов. Светлана Сергеенко, ранее работавшая заместителем начальника управления закупок, переведена на должность начальника этого управления. Статистику криминогенной ситуации озвучил начальник отдела МВД России по городу-курорту Андрей Терехин. 24 нелегальных таксиста выявлено сотрудниками РОТ ДПС Анапы в ходе рейдовых мероприятий. Проверки продолжатся так же, как и рейды по выявлению несанкционированной торговли недостатков в сфере благоустройства и других проблемных вопросов жизни города. Например, киоск «Мороженое» в районе кафе «Прага», установленный вне правил, демонтировали по правилам благоустройства курортной Анапы. Закон о занятии таксомоторной деятельностью и еще многое-многое другое. Если у этих людей есть ощущение, что они это будут делать все без заказа на территории города, то они круглоко заблуждаются. А вас я призываю всех, засучив рукава, приняться за наведение в порядок. Глава города потребовал привести в порядок пляжные территории. В пятницу, если я увижу на пляже, ну по различным источникам, сам пройду, проеду, либо поручу кому-то, либо авиатолетный обзор совершил, увижу на пляже то состояние, которое есть сейчас, значит, в понедельник у Светлана Владимировна конкурсная документация на пляже, с расторжением договоров о рейтинге Смутбаку и то, о чем я вот вам сказал. Разыгрываем конкурсы, будем приветствовать здесь Санкт-Петербург, Москва, еще кто, Самара, кто б не выиграл этих. Наши местные конкурсные процедуры долгосрочные. И пусть заходят на пляж, но у нас будет прописано, что должно быть, когда, в круглогодичном режиме. И в случае неисполнения будет расторжение договора и новый пляж. Недопущенные в эксплуатацию 8 пляжей также находятся под контролем Мупаку. На всех территориях, не оборудованных для купания, должны быть предупреждающие знаки и таблички. Проконтролировать и представить отчет поручения управлению по санаторно-курортному комплексу и туризму. Контроль должен быть установлен из-за работы такси нелегалом на дорогах Анапы не место. Глава города также дал распоряжение поблагодарить инвесторов за проделанную в Анапе работу. Установку фонтанов у зданий администрации в Ореховой роще и за инвестиции в 3 миллиона рублей на ямочный ремонт дорог. Сергей Сергеев подчеркнул, все средства спонсорские. На указанные работы из городского бюджета денег не направляли. До 5 июня в Анапе создадут единый список образовательных и спортивных учреждений и в соответствии с их расположением схемы границ торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию. С июня в силу вступил краевой закон, ужесточающий правила торговли табачными изделиями и алкогольными продуктами. За его реализацией также будут следить созданные рейдовые группы.